За последние сутки у нас на территории республики Саха-Якутия зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 29 в городе Якутске, 5 в Мирненском и по 3 случая в Хангаласском, Нерюнгринском, Алданском районах, ну и по ряду районов единичные случаи. В целом хочу сказать, что если по городу Якутску мы наблюдаем все-таки за последние дни снижения заболеваемости и сегодня зафиксировано самое низкое количество больных с 5 июля, то по ряду районов республики за последнюю неделю есть рост. К сожалению, болезнь у нас появляется и в трудноступных населенных пунктах, так сейчас у нас есть подозрение по трудноступным населенным пунктам в Вилюйском, Оленевском районах, где есть люди с признаками ковида и сейчас ведется работа по локализации очагов заболевания, но и по анализу. Причем вот по трудноступным населенным пунктам случаи заражения везде одинаковы. Это или юбилеи, или свадьбы, или похороны. Вот это недопонимание со стороны населения, со стороны глав местного самоуправления на местах о необходимости принятия решений по ограничительным мерам такого общего характера, в том числе и в таких малых населенных пунктах, приводит тому, что такие очаги, к сожалению, еще в республике у нас появляются. И мы сегодня даны поручения у руководителя администрации главы и правительства республики, заместителю председателя правительства, провести ВКС главный район, где еще раз подчеркнуть об ответственности, в том числе органах местного самоуправления на местах за соблюдение ограничительных мер общего характера, санитарных, эпидемиологических, общепринятых мер. Сейчас проводится работа в республике по подготовке к новому учебному году, и по детским садам, по школам, по среднему специальному образованию, по высшему учебным заведениям. Мы должны сделать все, чтобы учебные заведения, когда начнут работать, они работали в таком абсолютно безопасном режиме. При этом, конечно же, в таких крупных населенных пунктах, как город Якутс, будут применяться различные формы. Мною дано поручение на этой неделе все методы, по которым дети могут обучаться у нас в школах, определить и довести это до каждого школьника, до их родителей, до педагогических коллективов, с тем, чтобы к 1 сентября понимание этого было у нас полностью по республике достигнуто. У нас, к сожалению, достаточно большое количество тяжелых больных, по республике их 37, из них 7 на аппаратах искусственной вентиляции и легких. И поэтому учреждениям здравоохранения на местах, конечно же, тоже надо принимать меры с тем, чтобы у нас больные все-таки в тяжелую форму не перетекали, а на уже уровне легких, средних форм людей мы полностью излечивали. Но еще раз хочу подчеркнуть, что здесь, конечно же, очень важно и общее поведение населения республики по соблюдению ограничительных мер. Мы сейчас разрешили работу спортивных залов, спортивных площадок, есть уже разрешение по работе фитнес-залов, тренажерных залов. Надеюсь, что их работа тоже будет выстроена полностью уже соблюдением всех мер санитарной и эпидемиологической безопасности. Спасибо. Спасибо.